хороший паз зацепиться и не разобрались как мне кажется много антон андреев с партнером не разобрались кто пойдет на этот мяч все-таки в конце концов и потеряли его но теперь камаз стал 10 поактивнее не дает спуску соперником и раз за разом мяч кулесинки перехватывают борьба сейчас нас половине поля кого за ничем на принципе не оканчивается консервация на большим количеством переходов мяча от одной другой команде и в итоге все-таки у красинки он остается у нас 17 прошло особенно 13 осталось и пока что пока что камаз далек далек даже от одного забитого мяча не то чтобы тем более от того чтобы сравнять и красинка атакует атакует сейчас заработают прямо угловой на и заметим что большими силами правляется все два игрока в принципе никого нет на своей половине поле у керосинки всего два игрока даже один теперь уже располагается с нападающим соперников и не принимает участие в этой атаке углового хорошо и пробить можно но удар получается не очень сильным если что возможно было надеяться на владимира халимова который располагался недалеко от вратаря мог побороться за побороться за отскок мяч прилетать нашим оператором прямо прямо в руки ну тот показывать плохую реакцию как принципе всего и и георгий алборов довольно близок это будет сортарь потому чтобы отстоять на ноль ну и за счет своих неплохих действий и конечно за счет того что камаз масс пока что не радует своих поклонников большую вариативность и остротой в атаках керосинка мне еще расскажу много ближе к забитым ничего возможно сейчас вас плохой и теряются хорошо сейчас хорошее начало таки команда нам принципе ничем она не заканчивается конечно тем что уверенно уверенно петр романов выбивает мяч на соседнее поле второе ну вот быстро смазали уходили сходили адамов нет адамян извиняюсь конечно же опять терроризирует этот левый от себя фланг я буду своей команды фланг хороший момент бить ну когда же теперь бить все здорово сделали игроки керосинки хороший был в принципе правильный владимир на владимира халимова скидку такую делал игрок пас но прервал прервал один защитников камаза этот момент накрыл удар возможно стоило бить самому там эпизоде после ложного замаха пусть левый да но кажется получилось бы намного опаснее так вот единственная такая опасность исходит исходящая от камаза это все тот же армен адамян и его проходы по левому флангу здорово он и сам принципе прервался и после этого передачи очень неплохие выдавал но но пока что год не привела в принципе какая разница что там происходило если счет все еще 20 20 возможно сейчас какой-то навес получится огромное скопление игроков в черном через штрафной и от георгий альборов сейчас не стал рисковать выбил мяч руками точнее кулаками армен адамян уже на правом фланге располагается и готов он начать так у своей команды плохой забросочком уж слабый но опять мяч кармену прилетает 8 с половиной минут остается не выглядят пока что эти атаки камаза как настоящий навал но долго-долго сейчас правда передачи отлично и можно сейчас переводить да здорово остается мячу камаза адамян ну ой 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 вышел штрафной прошел очень долго и в итоге привез по сути атаку хороший пас 2 в 1 он может разбираться и ближний угол да ближний угол прошивают игроки игроки керосинки счет остается 3-0 16-3-0 отличился в атаке принял участие Владимир Халимов но в итоге отличился ну собственно он же отличился с передачи партнера но главное что атаку в принципе начал именно Халимов ближний угол ближний угол сейчас конечно же никаких претензий не может быть к Роману Макарова к Роману Макарова который ну слишком уж сейчас вот не очень уверенно я бы сказал действовал Георгий Алборов кто позволил он сопернику позволил он Дмитрию Демидову подкрасться к мячу и в принципе довольно опасно так возле него его проводить не сразу прыгнул на мяч руками и зафиксировал но в итоге ничего опасного и керосинка без проблем продолжает лидировать и не допускать даже соперников к опасным моментам и понятно что не спешат никуда не спешат игроки керосинки спокойно катают мяч правда вот все таки нужно пожалуй что выбивать именно это и делают игроки в белом форме потому что КамАЗ прессингует в принципе они уже начали эту встречу в прессинге причем довольно высоком то ну понятно что в конце матча когда они проигрывают 3-0 пристыковать они будут еще еще более настырно и нагло в принципе сейчас это получается мяч отобран штрафной штрафной прекрасная точка для того чтобы навесить штрафную правда пока ммм за эти 40 даже уже 55 минут матча ни одного опасного момента не было создано после розыгрыша стандартов так как в принципе и сейчас получается слишком уж сильно пошел навес и никто до него коснуться дотянуться не смог комбинирует неплохо к керосинку и пас получается ну пробить бы пробить бы чтобы не обрезаться будет ли удар и удар есть очень опасный чудом чудом мяч не оказывается в сетке но возможно сейчас да возможно сейчас не невозможно а совершенно точно 4-0 счет у нас становится и пожалуй что интрига в этом матче большому сожалению черпан Игорь Кчерыгин забивает 88 номер сначала неплохой удар но прямо по центру и Роман Макаров выручил свою команду но потом хороший навес и после удара головой мяч оказывается в сетке и оказывается ну так я бы сказал похоронным для Камаза все-таки все-таки за 4 минуты забить 4 мяча это нужно постараться но в принципе кто знает Камаз зарабатывает опасный штрафной в его законности нет никаких конечно претензий и несколько сомнений вот 8 номер Камаза которого к сожалению нет заявки он такой штатный исполнитель всех стандартов не пошел кстати вратарь сейчас нападение в принципе и без него справились правда справились так на троечку всего лишь угловой заработали после удара с небольшое расстояние удар но опять угловой думаю что не то чтобы очень против керосинка таких розыгрышей потому что как я уже отмечал не все получается как и в целом в игре так и в стандартах у Камаза и никакой опасности возможно керосинка даже не чувствует для себя от этих угловых Камаз Камаз хороший момент но пробить бы в одно в два касания не получается сделать у Романа Егорова Романа Рогова извиняюсь и опять в момент упущен плохой пас вот сейчас неплохо по задумке но слишком уж так прямолинейно по исполнению плохой перевод не дотягивает до него партнер дающего и и аут который не спешно так разыгрывает игроки керосинки еще успели поменяться поменять сбрасывающего и и так вот вынос который кстати ничем не заканчивается Камаз пас плохой подкараулили эту ошибку Рогова футболист Камаз да и этот вынос тоже ничем не заканчивается потому что ну не хватает техники для игроку чтобы мне кажется это поработать нормально и уже потом что-нибудь начать придумывать в атаке опасно опасно такой навес очень хороший и скидка но конечно думаю что не для этого навес шел все таки навес шел но чтобы сразу пробить это делать не получилось и в принципе потеряна потеряна опасность ну и время время тоже теряется все минуты у нас остается но я думаю что минуты минуты две добавят арбитр но но не то чтобы это очень много решит сегодняшний матч потому что все таки все таки со счета со счета 4-0 играться было сложно даже уже тогда когда этот четвертый мяч был забит ну а теперь тем более но хотелось бы я думаю команду забить хотя бы был престижа в принципе в принципе это играли они ну кстати что бы плохо какие то были у них всплески активности в которой они по-настоящему деминировали на поле и по-настоящему опасно атаковали были близки к голу но но футбол не терпит слагательных наклонений 4-0 4-0 счет на табло и это пожалуй самое главное там рогов там пробивал в предыдущем эпизоде ничего слишком уж опасно вот сейчас возможно будет опасно да неплохо и от себя убирает игрок керосинки не получилось и все все судья дает свисток окончательные поздравляют друг друга керосинки а грехи хамазы наоборот если же расстроены не стал судья думаю мучить команду потому что в принципе все так все и так было понятно не было смысла добавлять добавлять ну что ж керосинка выигрывает камаз в этом 4-0 и были небольшие проблемы напомню у камаза с с заявкой но но какая разница если действительно лучший картинка сегодня играла надежнее и острее в общем счет 4-0 поздравляем еще раз керосинку и до новых встреч до следующей встречи на ЛФЛ ТВ